Волонтеры, организующие бесплатные операции тяжелобольным сиротам, столкнулись с проблемой. Чиновники от опеки образования не отпускают детей за границу. Даже если жизненно необходимое лечение возможно только там. В жизни 12-летней Ангелины Быковой было слишком много испытаний. Она родилась больной, затем от нее отказались родители. Из-за церебрального паралича начали атрофироваться конечности. Но год назад девочке из детдома как будто повезло. Появился шанс нормально ходить. Российский благотворительный фонд нашел возможность сделать бесплатную операцию в калифорнийской клинике. Уже собран пакет документов, готовы все справки и даже есть билет на самолет. Но накануне отъезда директор детского дома номер 3 Екатеринбурга запретила выезд за границу. Надо было уже выезжать на операцию. Министерство здравоохранения, Министерство образования предложило рассмотреть эту проблему в Екатеринбурге. Вот и все. Я просто-напросто считаю, что это правильный путь. Если и правда собирались лечить гелю дома, то почему об этом вспомнили только сейчас, когда уже проделана огромная подготовительная работа? Зачем просили собирать справки и документы для выезда? В Америке операция была назначена, а теперь у геля впереди долгие месяцы консультации с туманной перспективой. Причину внезапного отказа от лечения за границей чиновники Екатеринбурга никак не объясняют. Я думаю, что они просто перестраховываются, потому что в законе, именно Диму Яковлеву, там не сказано, что нельзя лечить детей за рубежом, но в том числе и в Америке. Владимир Воропаев как раз и должен был везти девочку-гелю за границу. Он сам врач, бывший военный хирург, полковник в отставке. А теперь руководитель благотворительного фонда. Хотя руководить по сути неким. Доктор Воропаев единственный сотрудник и волонтер. Но главное, что есть партнеры в Америке. Клиника, где делают сложнейшие операции маленьким пациентам из России. Бесплатно. Одному ребенку мы уже не оказали помощь сейчас. Мы упустили такую возможность. Но следующие дети тоже из детских домов. И график у нас расписан уже до середины 2015 года. И нам нужна ясность. Никакой закон не запрещает детдомовцам выезжать на лечение за границей. И многие годы доктор Воропаев возвращал детям активную жизнь. Из 89 детей 27 получили помощь от американских специалистов.